Считается, что вождь итальянского фашизма Бенита Муссолини в апреле 45-го закончил свои дни на виселице. Но эти кадры, на которых Муссолини и его молоденькая любовница Клара Питачи висят вниз головами, вводят в заблуждение. Повесили их уже мертвыми, а убили обоих накануне, расстреляли. Муссолини всегда исходили из того, что это сделали итальянские партизаны, выполняя решения руководства Компартии. Сейчас появилась новая версия. Муссолини убрала оперативная группа британского спецназа. По прямому приказу премьер-министра Уинстона Черчилля. Заодно англичане прихватили секретную переписку Черчилля и Муссолини. Как будто бы британский премьер в годы войны поддерживал тайные контакты с Дуччи и не хотел, чтобы об этом узнали. Письма к Муссолини и от Муссолини могли погубить его репутацию несгибаемого борца с фашизмом. И вроде бы Дуччи угрожал предать эти письма гласности. И тогда Черчилль приказал найти его и уничтожить. На эту тему сейчас снимаются фильмы и пишутся книги. 15 хорошо вооруженных итальянских партизан под командованием Вальтера Аудизио, которого называли полковником Валерио и который воевал еще в Испании на стороне республиканцев, 28 апреля 1945 года появились в деревне Донго на севере Италии. Здесь Бенита Муссолини держали под домашним арестом. Война уже закончилась. Италия была оккупирована войсками союзников. История итальянского фашизма закончилась. Считалось, что партизаны должны были доставить Дуччи в Милан, чтобы его судить. Но полковник Валерио знал, что Муссолини и его любовницы Кларе Петаччи суждено умереть до суда. Дуччи и его любовницу повели к машине. На старой машине они проехали совсем недалеко, до железных ворот виллы. Полковник Валерио убедился, что свидетелей нет и вернулся к пленникам. По приказу партизанского командования я обязан осуществить правосудие. Клара первая поняла, что это значит. Она прикрыла с собой Муссолини, который молчал и никак не реагировал. Нет, он не должен умереть. Отойди, если не хочешь умереть вместе с ним, крикнул Валерио. Это пистолет-пулемет «Стен» британского производства, 9-миллиметровый. Им были вооружены офицеры британского спецназа. И если версия о том, что Муссолини расстреляли не партизаны, а английские офицеры верна, то они пришли именно с этим оружием. Британский «Стен» считается очень надежным. Но он отказал тот самый, из которого собирались убить Муссолини. Поэтому его и Клару Питача застрелили из пистолета. Теперь некоторые историки уверяют, что Муссолини убили вовсе не итальянца. Дуча застрелили еще до того, как появились партизаны. Эту акцию осуществил британский спецназ под командованием свободно говорившего по-итальянски капитана Малькольма Смита. Его коллега, британский офицер, представлявший управление специальных операций, заранее предупредил партизанское командование, что когда Муссолини найдут, разумнее не устраивать суд, а сразу же вывести его в расход. Историки утверждают, что не партизаны, а британский капитан Смит и еще трое офицеров спецназа 28 апреля 45-го в 10 часов утра первыми ворвались в комнату, где был Муссолини. Они вывели Дуча и его любовницу во двор и расстреляли. И только после этого подоспели партизаны. И у полковника Валерио был выбор. Или признать, что он опоздал и Муссолини расстрелял тот и другой. Или же упрямо утверждать, что это он исполнил приказ партизанского командования. Полковник Валерио предпочел лаврой убийце Муссолини. На следующее утро расстрелянных обнаружили рядом с гаражом в Милане и повесили вниз головой на бедзоколонке вместе с другими казненными фашистами. Толпу охватила дикая жажда мести. Когда Муссолини правил страной, он высокопарно именовал итальянцев новыми римлянами. Теперь они выражали ему свое презрение. Мужчины, женщины и даже дети мочились на мертвые тела и били их палками. Однажды Муссолини сказал своему зятю «Вот эпитафия, которую я хотел бы видеть на моей могиле. Здесь лежит одно из самых умных существ, которые когда-либо появлялись на земле». Дуччи очень гордился своими инстинктами, но они его обманули. Если версия с британским спецназом верна, судьба Бенита Муссолини решилась летом 43-го во время разговора американского президента Рузвельта и британского премьер-министра Черчилла. 29 июля 43-го Рузвельт и Черчилль беседовали по телефону. Кабель был проложен по дну Атлантического океана. В тот день разговор зашел о судьбе Муссолини. Союзные войска уже высадились на Сицилию и громя немцев успешно продвигались вперед. Немецкое командование уже запросило перемирие. Руководители Соединенных Штатов и Англии сошлись во мнении, что Дуччи, как военный преступник, должен закончить свои дни на виселице. Но как это сделать? Уинстон Черчилль склонялся в пользу показательного судебного процесса, который стал бы грозным предупреждением для немецких фашистов, прежде всего для самого Гитлера. Франклину Рузвельту эта идея не нравилась. Он опасался, что суд над Муссолини не понравится избирателям итальянского происхождения, и это помешает его выдвижению в президенты на третий срок. Рузвельт сказал Черчиллю, а не мог бы Муссолини внезапно отдать концы? Если бы Муссолини умер, оставаясь в руках итальянцев, это в наилучшей степени отвечало бы нашим интересам. Его смерть от рук итальянцев вполне устроила бы моих итальянских избирателей. Черчилль не соглашался с Рузвельтом. Не могу поверить, что голоса горстки избирателей имеют для вас такое значение. Но Рузвельт очень серьезно относился к борьбе за голоса избирателей и предупредил Черчилля. Если меня не выдвинут в президенты, наш союз может распасться. Тогда Сталин подпишет сепаратный мир с Германией, и Гитлер сконцентрирует все силы для удара по Англии, а вы останетесь без помощи Соединенных Штатов. Историки полагают, что когда американский президент высказывался в пользу внезапной смерти Бенита Муссолини, то он намекал на судьбу нескольких человек, которые считались врагами Уинстона Черчилля и которые умерли совершенно внезапно. 4 июля 43-го личный самолет главы польского правительства в изгнании генерала Владислава Сикорского взлетел с британской авиабазы на Гибралтаре. Сикорского ждали в Лондоне, где приютили польское правительство. Но через несколько минут, не успев набрать высоту, самолет рухнул в море. Спаслись только двое. Пилот, который вовремя выскочил из кабины, и еще один человек, который успел пробежать по крылу премьерского самолета, прежде чем тот ушел на дно. Поразительным образом до сих пор неизвестна личность этого человека. Как, впрочем, и точная причина аварии премьерского самолета. Считается, что это была диверсия. За несколько часов до вылета самолет остался без охраны. За это время вполне можно было заблокировать рули высоты, чтобы не позволить самолету подняться в воздух. Англичане уверяли, что это дело рук немецкой разведки, которая действовала с испанской территории. В Лондоне шептали, что Сикорского убрали политические конкуренты и в числа польских иммигрантов. Позже заговорили о том, что Сикорского убрали советские спецслужбы. Сотрудник британской разведки Ким Филби, он же советский агент, скрупулезно сообщал в Москву о том, когда и куда направляется Сикорский. А польского премьера в Москве сильно не излюбили, когда он потребовал международного расследования расстрела польских офицеров в Катыни. А вот и новая версия. Может быть, Сикорского брал саму Инстант Черчилль, чтобы сохранить хорошее отношение с Советским Союзом? Черчилль действительно всячески уговаривал польского премьер-министра не ссориться с Москвой. Расстрелянных офицеров не вернешь, а Сталин важнейший союзник в борьбе против Гитлера. Тем более, что Сикорский не единственный, кто погиб при странных обстоятельствах. Историки вспоминают и загадочную смерть французского адмирала Дарлана. Жан-Луик Савье Франсуа Дарлан после поражения Франции в 1940 вошел в правительство маршала Петтена в качестве министра национальной обороны. Дарлан тесно сотрудничал с немцами, но ему подчинялся французский флот на Средиземноморье, поэтому союзники пытались установить с ним контакт. Американцам, которые готовили высадку в Северной Африке, это удалось. 13 ноября 1942 года адмирал Дарлан приказал своим войскам не сопротивляться союзникам. Взамен американский генерал Эйзенхауэр назначил Дарлана верховным правителем Французской Северной Африки. Похоже, адмирал видел себя будущим главой Франции, и американцы, не доверявшие генералу де Голлю, его поддерживали. На 24 декабря 1942 года адмирала застрелили. Странной, кажется, поспешность, с которой буквально через несколько часов казнили юного убийцу Фернана Бонье де ла Шапеле. Кто-то прятал концы в воду. Шептали, что покушение на Дарлана – дело рук англичан. Черчилль не скрывал, что ненавидит адмирала, и, в отличие от американцев, Черчилль сделал ставку на де Голля, нашедшего убежище в Лондоне. Впрочем, если следовать такой логике, больше всего в избавлении от соперника заинтересован был сам генерал Шарль де Голь. Некоторые историки утверждают, что не только президент Рузвельт желал устранить Муссолини чужими руками, чтобы не оттолкнуть американцев итальянского происхождения. Как можно быстрее избавиться от дучи желал и Черчилль. Он хотел заткнуть рот Муссолини и уничтожить письма, которыми они обменивались. Уинстон Черчилль когда-то был не дурного мнения о Муссолини. В январе 1927 года британский политик побывал в Риме, после чего на пресс-конференции сказал «Я не мог не быть очарованным, как многие другие, сеньором Муссолини. Если бы я был итальянцем, то убежден, что с начала до конца всем сердцем поддержал вашу победоносную борьбу против ленинизма. С точки зрения внешней политики, фашизм оказал услугу всему миру. Он является необходимым противоядием русскому яду». Опыт 20-х и 30-х годов Казал свидетельствовал о том, что демократия слаба и не в состоянии защищать экономические и политические потребности людей. Итальянский вариант фашизма в первые годы своего существования представлялся мощным средством восстановления чувства национальной гордости и успешного решения многих проблем. В те времена из 28 европейских стран только 11 имели демократические конституции. В большинстве европейских государств воцарились диктаторские режимы. Таков был дух времени. В 20-е годы Муссолини часто называли крупнейшим государственным деятелем и выдающимся политиком. Восхищались энергией, с которой он искоренял в стране большевизм и наводил порядок. Многие восхищались его наглой самоуверенностью. Не только противники большевиков, но и сами большевики. Вечером 30 июля 1935 года Сталин устроил прием в Большом Кремлевском дворце для участников совещания работников железнодорожного транспорта. Сталин произнес речь. Вождь, среди прочего, сказал. Буржуазия выдвинула своих наиболее умных и способных людей для управления государством. Рузвельта, Болдуина, Гитлера. Он талантливый человек. Муссолини. Советская Россия находилась в отличных отношениях с фашистской Италией. И Сталин считал это своим большим внешнеполитическим успехом. Странная фигура ренегата Муссолини, который отверг свое социалистическое прошлое, его не смущала. Когда в 19 лет Бенито Муссолини покинул родной дом, в карманах у него был только медальон с профилем Карла Маркса. Он устроился каменщиком, но не выдержал тяжелой работы. Бродяжничал, угодил в тюрьму, а потом пристроился в профсоюз каменщиков. Вот это была работа для него. Социалист и атеист он оказался прирожденным оратором. Однажды на публичных дебатах он вытащил из кармана часы. Сейчас 3 часа 30 минут. Если Бог существует, я даю ему 5 минут, чтобы поразить меня. Молодые и радикально настроенные социалисты видели в Муссолини своего боевого лидера. После убийства в Киеве Петра Аркадьевича Столыпина он писал «Пролетарская Россия торжествует и ожидает того дня, когда динамит сотрет в порошок кости императора, чьи руки красны от крови». Когда разгорелась Первая мировая, и Муссолини поддержал участие Италии в войне, социалисты с позором изгнали его из своих рядов. Он ушел на фронт. 23 февраля 1917-го унтер-офицер Муссолини попал под артиллерийский обстрел. Врачи вытащили потом из него 44 мелких осколков. Без анестезии. Он провалялся в госпитале до августа и вышел из него на костылях. Социализм его больше не привлекал. Ему нужно было движение, во главе которого стоит вождь. Фашизм был провозглашен в воскресенье 23 марта 1919 года на небольшом собрании в Милане. Манифест о создании новой партии подписали 54 человека. Фашизм, утверждал Муссолини, вырос из глубокой потребности нашего арийского и средиземноморского народа, который ощущает, что основам его существования угрожает глупость. Моё дело – ввести Италию к завоеванию мира, который однажды уже принадлежал Риму. В мае 20-го в Триесте появились первые боевые отряды. Это было крупнейшее изобретение фашизма. Фашистские боевые отряды формировались из бывших солдат и офицеров, не нашедших себе места в мирной жизни. К вчерашним фронтовикам присоединилась безработная молодёжь. Молодёжь, жаждущую действий, склонную к авантюризму, привлекала неприкрытое насилие фашистов. Они испытывали дьявольскую радость от насилия и от возможности унизить других людей. Послевоенный экономический кризис и страх перед советским большевизмом – вот две главные причины, которые привели итальянских фашистов к власти. «Опыт Ленина, – говорил Муссолини, – это обширный, ужасный эксперимент на живом теле. Ленин – это художник, работавший над человеком, как другие художники работают над мрамором и металлом. Шедевр не состоялся. Художник потерпел крах. Задача выше его сил. Звезда Ленина, уже угасшая, опускается за горизонт, погружается в море бесполезно пролитой крови. Между тем, как все выше поднимается в небо, плодоносная и сияющая светила Рима». Осенью 22-го итальянские фашисты стали захватывать власть в стране. И королю, напуганному насилием, не оставалось ничего иного, кроме как поручить Муссолини сформировать правительство. 30 октября 22-го, появившись в королевском дворце, Бенита Муссолини театрально сказал королю. «Прошу извинения за свой вид, Ваше Величество, я прибыл прямо с поля боя». Муссолини в роли главы правительства действовал знакомыми нам способами. Он нагнал страху на министров. И министр путей сообщения, например, кочевал со станции на станцию, если поезд опаздывал, увольнял машиниста, ставил другого и требовал гнать на полной скорости. И поезда пошли по расписанию. Под страхом увольнения итальянские чиновники стали быстрее поворачиваться. В 1924 году Муссолини торжествующе произнес. «Ускорился весь ритм итальянской жизни». Он внушал молодежи. «Через 10 лет, товарищи, Италия будет неузнаваема». Италия – молодая капиталистическая страна. Ей непозволительно растрачивать энергию в забастовках и стычках. Стране нужны героические усилия, такие как битва за урожай. Характер итальянского народа закаляется в борьбе. Дуччи обвинял интеллигенцию и буржуазии в трусости, инертности и любви к спокойной жизни. Он обещал, пока он жив, заставлять их двигаться посредством пинков под зад. Западные политики довольно быстро перестали восхищаться Муссолини. Выяснилось, что итальянский фашизм – это смесь высокопарности, напыщенности, лжи и цинизма. С годами он стал хвастливым и нездержанным. Когда посол в Париже сказал Муссолини, что для Франции он враг номер один, Дуччи ответил – «Это большая честь для меня. Я предпочитаю, чтобы меня боялись и ненавидели. Они терпели и оправдывали». 24 июля 1940 года, когда уже шла Вторая мировая война, советский полпред в Италии сообщил в Москву о беседе с Дуччи. Сегодня в 12.30 был принят Бениту Муссолини. Он встретил меня у дверей своего огромного кабинета. Во время беседы Муссолини был любезен и по окончании аудиенции проводил меня до дверей. Я сказал, что Советский Союз отнюдь не является защитником существовавшего до последнего времени англо-французского господства в Европе. Господствующему положению этих стран приходит конец. Соответственно, усиливаются на международной арене голоса СССР, Италии и Германии. Муссолини подчеркнул, что в настоящий момент у трех стран – СССР, Италии и Германии – несмотря на различия внутренних режимов, имеется одна общая задача. Это борьба против плутократии, против эксплуататоров и поджигателей войны на Западе. Гибельным для Италии оказался военно-политический союз с нацистской Германией. Муссолини считал себя отцом европейского фашизма и настороженно встретил приход Гитлера к власти. Но ему понравился прием, который ему оказали в Берлине. Съездив в Германию, Муссолини распорядился, чтобы итальянские фашисты вместо рукопожатия приветствовали друг друга салютом Дуччи. Муссолини ввел в итальянской армии так называемый «римский шаг», который сильно напоминал гусиный шаг пруссаков. Как и ожидалось, решение вызвало критику, записывал в дневнике министр Чаану. «Престарелые военные против нового шага, считаю его прусским изобретением. Дуччи в гневе. Он дал мне прочитать текст речи, которую он намерен произнести завтра, объясняя и защищая нововведение. Дуччи заметил. Не моя вина, что король-коротышка. Конечно, он не сможет пройти парадным шагом, это будет смешно. Он возненавидел этот шаг по той же причине, по какой ненавидит лошадь. Он не может на нее взобраться. Но физические дефекты короля не повод для того, чтобы укорачивать армию Великой Империи. Говорят, что гусиный шаг – это прусачество, чепуха. Гусь – римское животное. Гуси спасли Рим. Роста в итальянском короле Викторе Эммануиле III было всего 150 сантиметров. И он служил предметом насмешек для европейских карикатуристов. Но Дуччи не любил его за то, что король от души презирал фашистов. Муссолини распорядился как можно торжественнее организовать ответный визит Гитлера в Италию. Хотя итальянцы без особого удовольствия встречали фюрера. Владельцы магазинов отказывались выставлять в витринах его портреты – свидетельство о глубоко укоренившемся неприязненном отношении к Гитлеру. Учитывая, что фюрер приехал в разгар общей враждебности и визит стал реальностью только волей Муссолини, Гитлер очень преуспел в расталкивании льда вокруг него, записал в дневнике Чиана. Только король, как обычно, сохранил враждебные отношения и старался доказать, что фюрер в психическом и физиологическом смысле дегенерат. Король сказал нам, сдучи, что в первую ночь во дворце Гитлер потребовал женщину. Это вызвало большое беспокойство. Потом все выяснилось. Фюрер не мог заснуть, пока собственными глазами не увидит женщину, которая готовила ему постель. Это оказалось непростым делом, пока не появилась горничная и проблема не была решена. Если это так, то это крайне интересно и загадочно. Но правда ли это? Или просто злобный навет короля, который утверждал, что Гитлер колет себе стимуляторы и наркотики? Прощаясь с Гитлером на вокзале, Дуччи произнес. Отныне никакая сила не сможет нас разделить. У фюрера на глаза навернулись слезы. Но в предвоенные годы между Римом и Берлином постоянно возникали трения. Болезненной стала проблема Южного Тироля, населенного в основном немцами. До Первой мировой это была часть Австро-Венгерской империи. После войны его передали Италии, но тирольские немцы не хотели жить под властью итальянцев. Долгий разговор с Дуччи относительно наших отношений с Германией, записал в дневнике министр Чаан. В Южном Тироле продолжается сепаратистская пропаганда, такого рода, которую мы терпеть не можем. Тирольские немцы держатся слишком заносчиво и говорят о новых границах. Я советовал Дуччи поговорить об этом с фюрером. Мы можем намекнуть немцам, чтобы они забрали к себе своих соотечественников. Южный Тироль – итальянская территория. Мы не можем изменить место расположения гор или русла рек, а люди могут передвигаться. Позже Дуччи мне перезвонил. Я сформулировал свое мнение по этому вопросу. Если немцы в Тироле поведут себя хорошо и будут законопослушными итальянскими подданными, я позволю им развивать свою культуру и язык. Если же они, напротив, надеются передвинуть границу хоть на сантиметр, они должны сознавать, что для этого им придется пройти через жестокую войну, в которой я объединю весь мир против германства. И мы сокрушим Германию как минимум на два столетия. Итальянские фашисты невысоко оценивали нацистских вождей. Министра иностранных дел Иохима фон Риббентропа в Риме просто презирали. Вечером позвонил Риббентроп, записал в дневнике Чиана. Он спросил, может ли приехать в конце недели в Рим, чтобы переговорить с Дуччи и мной. Я ответил, согласен. Что он нам привезет? Я не доверяю инициативам, исходящим от Риббентропа. Он тщеславен, поверхностен и болтлив. Дуччи говорит, что Риббентроп принадлежит к тем немцам, которые являются несчастьем для своей страны. Дуччи заметил, достаточно взглянуть на его череп, чтобы увидеть, как мало у него мозгов. Когда приехал имперский руководитель Союза немецкой молодежи, Райхсюгендфюрер Бальдорфон Широх, в Риме его принимали с особым почетом, потому что Широх одно время считался самым вероятным наследником Гитлера. Но за глаза над вождем Гитлер-Югенда откровенно издевались. Муссолини не хотел отставать от Гитлера, которого считал младшим братом по фашистскому движению. Вслед за Германией Италия вступила во Вторую мировую войну. Это стало катастрофой для страны. Армия Муссолини повсюду терпела поражение. Итальянцы были бы разгромлены, если бы на помощь не пришел вермахт. Стараясь сделать приятное Гитлеру, Дуччи отправил итальянские дивизии воевать против Советского Союза. Они сгорели в боях. Поражения армии усугубились личной трагедией. В августе 1941 года погиб при авиакатастрофе его сын Бруно, летавший на бомбардировщике. Говорят, что Муссолини так и не оправился от смерти сына. Но Дуччи не на кого было роптать. А итальянцы винили Муссолини в гибели своих детей. Он быстро терял остатки своей былой популярности. Утратив чувство реальности, он вознамерился сокрушить и католическую церковь, потому что Ватикан возражал против фашистской расовой политики. Муссолини сказал зятю, что выбросит Папу Римского из Рима, если он станет противиться его политике. Я вполне оцениваю силу Папы, но и он не должен недооценивать мою силу. В противоположность тому, что говорят, я терпеливый человек. Но не надо меня заставлять терять терпение, а то я все превращу в пустыню. Если Папа будет продолжать так говорить, я в одно мгновение превращу итальянцев во врагов церкви. Религиозные чувства в упадке. Кто верит, что Бога волнуют наши мелкие проблемы? Муссолини был очень суеверным. Боялся гробунов и уродов, не любил бородатых мужчин. Когда ему привезли из Египта в подарок мумию, потребовал, чтобы ее немедленно убрали из дома. 13 и 17 число считал несчастливым. Но его карьера закончилась 25 июля 1943 года на заседании Большого фашистского совета. К лету 43-го численность партий составила 5 миллионов человек. Муссолини воскопарно говорил, партия – это душа и движущая сила нации. Партийный ЦК стал высшим органом управления государства. Большой фашистский совет был как полетбюро. Его члены покорно одобряли все решения Муссолини. И вдруг 25 июля 1943 года на заседании совета граф Дино Гранди, посол в Лондоне, предложил восстановить все институты государства и вновь подчинить армию королю. Это означало конец безграничной власти Муссолини. «Диктатура виновна в тяжелом положении Италии», – говорил Дино Гранди. «Итальянский народ обманут Муссолини, который приступил к немечиванию страны. Этот человек бросил нас в объятия Гитлера. Он вверг нас в войну, противоречащую интересам итальянского народа». Гранди обратился к самому Дучи. «Вы все еще думаете, что народ вам предан. Но эту преданность вы потеряли, когда привязали Италию к Германию. В боях уже погибли 100 тысяч итальянцев. И 100 тысяч матерей плача повторяют – «Это Муссолини убил моего сына». Муссолини рассорился даже с теми, кто его прежде поддерживал. Причина того была его вздорность и раздувшаяся без меры самомнение. Стоило одному члену Большого фашистского совета проявить непоминовение, как против Дучи выступили и другие, даже его собственный зять. Бенито Муссолини принято считать человеком волевым, энергичным, решительным. А на самом деле иллюзию воли создавал его бурный темперамент. В действительности он был человеком мнительным, часто менял мнение, решение принимал под влиянием сиюминутных обстоятельств. Иногда у него случался паралич воли. Видимо, это и произошло 25 июля 43-го. Муссолини же мог приказать их просто всех арестовать. Он два десятилетия с величайшим презрением относился к своим соратникам, считал их ничтожествами. И вдруг подчинился своему политбюро и только мрачно сказал – «Вы убили фашизм». Бенито Муссолини поместили под домашний арест. Как только его арестовали, итальянский фашизм перестал существовать. Фашистские структуры развалились. Никто и пальцем не пошевелил, чтобы его спасти. Он надоел итальянцам, потому что пытался превратить живых и непосредственных итальянцев в послушно марширующих немцев. Он пытался управлять всем и вся. Всем давал указания, всех поучал, что вызывало насмешки и раздражения. Арестованного Дуччо перевозили из одного места в другое. Когда одна женщина попросила у него автограф, он обреченно подписал свою фотографию. Покойник Муссолини. Гитлер вернул его к власти, отправив в Италию диверсионную группу внешней разведки под командованием Гаупштумфюрера СС Отто Скорцени. Фюрер лично приказал Скорцени найти Муссолини и выручить его из беды. Австриец по происхождению Отто Скорцени служил в дивизии СС «Райх», которая в 41-м брала Брест. Скорцени со своим взводом добивал защитников Брестской крепости. Получив на Восточном фронте сотрясение мозга и переболев дизентерией, он был отправлен в тыл и возглавил учебный центр внешней разведки. Скорцени приписывают различные подвиги, хотя у него было больше неудач, чем побед. Ему не удалось ни взорвать нефтепровод в Ираке, не убить вождя югославских партизан Иосифа Бростито. Но все перекрыла громкая история с Муссолини. Скорцени со своими парашютистами вызволил Дуччи из заключения и доставил его на встречу с Гитлером. К тому времени в Берлине знали о разговоре Черчилля и Рузвельта, обсуждавших судьбу Бенита Муссолини. Беседу американского президента и британского премьер-министра сумел записать исследовательский институт Германской почты. Один из агентов Абвера в Соединенных Штатах прислал вырезку из американской газеты, в которой говорилось о том, что президент Франклин Рузвельт свободно беседует по телефону со своими послами в разных странах, потому что их переговоры кодируются. Подразделение радиоразведки Абвера долго искало способ подслушивать президентские разговоры. Летом 1941 года глава немецкого почтового ведомства и его главный инженер нашли техническое решение. 7 сентября система раскодирования телефонных переговоров заработала. В марте 1942 года в оккупированной Голландии началось строительство станции перехвата трансатлантических переговоров. С той поры трансатлантические переговоры Рузвельта и Черчилля, а также их помощников и сотрудников записывались и расшифровывались. Это был, пожалуй, самый большой успех немецкой разведки за всю войну. Но в Берлине либо не придали значения разговоры о судьбе Муссолини, либо не захотели предупреждать Дучча. Вытащив его из плена, Гитлер распоряжался им как своей собственностью. Свою первую речь после освобождения Дучча произнес по мюнхенскому радио. Он заявил, что берет всю власть в свои руки. Но отныне он находился не только под охраной, но и под контролем немцев. Вокруг Дучча остались только озлобленные фанатики, которые устроили процесс над теми, кто проголосовал против Муссолини. Они потребовали казнить Голиацчиана, который женился на старшей дочери Дуччи Эдди. Это был династический брак. Отец Голиацо, адмирал Констанцу Чиану, герой Первой мировой войны, рано примкнул к фашистам и стал президентом палаты депутатов. Муссолини сделал зятя министром иностранных дел в 1936 году. С первого дня в министерстве Чиану вел дневник, ежедневно записывая свои разговоры с Дучча, другими итальянскими вождями, коллегами-министрами и иностранными дипломатами. Спасая свою жизнь, Голиацчиана предложил немцам сделку. Его освобождают в обмен на дневник. О предложении Чиана доложили начальнику Главного управления имперской безопасности Обергруппенфюрера СС Эрнсту Кальтенбруннеру. Он заинтересовался дневником, который мог использовать для шантажа других нацистских чиновников и согласился выпустить Чиана с женой и детьми в Испанию. Но Гитлер не простил взять ему с Солини предательство. Чиана казнили. Казнь снимали на пленку. Муссолини не хотел, чтобы его зятя расстреляли. Но Дучча производил впечатление сломанного человека. Он перестал носить военную форму, утратил командные нотки. Последние месяцы своей жизни он пребывал в апатии. Он не был способен даже на месть. И тем более не смог настоять на своем в разговорах с немцами и спасти мужа своей старшей дочери и отца его любимых внуков. Голиацчиана, в юном возрасте вознесенный на вершину политики, судя по его дневникам, считал себя творцом истории. В реальности он был захвачен стремительным потоком событий, на которые не мог ни повлиять, ни понять. В первых числах января 1944 года его расстреляли. Но никакие расстрелы уже не могли спасти итальянский фашизм. Пока вермахт сражался в Италии, Муссолини был нужен. Когда немецкие войска в Северной Италии капитулировали, они утратили интерес к Дуче. В отчаянии Бенитто Муссолини сказал последним чернорубашечникам, которые с ним оставались, «Мы дадим нашим врагам последний отчаянный бой. Мы умрем солнечными лучами на лице, устремив взгляд на вершины гор, улыбаясь Отечеству». Но это были лишь слова. Чернорубашечники разбежались. Да и Дуче не хотел погибать в бою. Он присоединился к немецкой военной колонне в надежде прорваться в Германию. Но ему не повезло. 27 апреля колонну остановили партизаны. Немцам разрешили следовать дальше, но не итальянцам. На одном из грузовиков партизаны приметили человека, закутанного в немецкую шинель. Лицо он старательно прикрывал стальным шлемом. Это оказался Бенитто Муссолини. Партизаны его увели и поместили в крестьянском доме в деревню Донго. На следующий день его расстреляли. «Так как же быть с версией о том, что Муссолини убили по приказанию Черчилля? Все эти разговоры о том, что они переписывались в годы войны, основаны всего лишь на рассказе одного из партизан, который, правда, уверял, что он держал в руках портфель с этими письмами. И он называет точное число писем 62 и уверяет, что он отобрал этот портфель у Муссолини даже раньше, чем появились офицеры британского спецназа. Но это всего лишь, повторяю, показания одного человека». Черчилль будто бы убеждал Муссолини не вступать в войну на стороне нацистской Германии. Обещал взамен серьезные территориальные приобретения для Италии. Ниццу, Корсику, Мальту, Тунис, Эфиопию и часть Югославии. Последнее письмо было датировано 9 июня 1940 года. Но Дуччи не прислушался к увещеваниям Черчилля. На следующий день Муссолини объявил войну Англии и Франции. Так где же эти письма? Бывший партизан рассказал, что агенты британской разведки предложили ему огромную по тем временам сумму в 100 тысяч фунтов стерлингов за письма Черчилля. Но он отдал портфель премьер-министру Италии Альчиде де Гаспери. А тот спрятал переписку в одном из швейцарских банков, где она будто бы и хранится по сей день. Вся эта история с загадочными письмами, с британским спецназом представляется мне слишком красивой, слишком романной, чтобы быть реальностью. Прошло столько времени, почему бы не опубликовать все эти письма? Сегодня стремление Черчилля удержать Италию отступления в войну никак не повредило бы его репутации. Конечно, говоря о том, что Черчилль приказал убить Муссолини, чтобы скрыть переписку, можно несколько задним числом подправить историческую репутацию неудачливого Дуча. В конце концов, история никогда не может считаться окончательно написанной. Но полагаю, однако, что никакие версии и никакие предположения уже не изменят ни оценки Муссолини, ни его роли в истории. Редактор субтитров А.Семкин